Берегись автомобиля. Стихийная парковка возле одного из детских садов советского округа каждое утро подвергает опасности проходящих мимо людей. Родители-автолюбители спеша отдать ребенка в садик едут прямо по тротуару и пешеходной дорожке, пытаясь припарковаться поближе к калитке. Наша съемочная группа вместе с сотрудниками госавтоинспекции отправилась в рейд к злополучному садику. Видите, машина парковалась? Парковалась. Я подъехал, смотрю, можно еще одна машина паркануться. Поэтому я остановился вот рядом с тротуаром. Точнее, на тротуаре. Но благородное желание припасти местечко для другого автомобиля никак не поможет этому водителю Деюнекси избежать штрафа в 2000 рублей за парковку в неположенном месте. Возле этого детского сада в городке Нефтяников каждое утро автомобильный коллапс. Родители спешат побыстрее избавиться от своих чад и паркуются прямо на тротуаре, не обращая внимания на проходящих мимо других родителей с детьми. Только без лошадных. Впрочем, на сегодня вид сотрудников полиции заставил многих отказаться от дурной привычки. Хотя эти следы на снегу красноречиво говорят. Нарушают здесь часто. А вот еще один водитель оказался не столь скромен, как первый нарушитель. Он подъезжает вплотную к калитке детского сада. При этом родители даже не скрывают. Паркуются они так каждый день. Скажите, пожалуйста, а где вы обычно паркуетесь? Мы вот здесь вот подъезжаем и вот здесь вот заездим. Потому что неудобно ребенка подвезти. Нам тоже надо ребенка подвезти. Вот такой вот градусный мороз. Мороз – оправдание, звучащее не по-мужски, решает отец семейства и быстро находит другую причину. Здесь пешеходы должны ходить. А вы здесь ездите? Мы везем. Мы везем знак. Какой? Есть знак, да? Пешеходная дорога. Я откуда должен здесь разобраться, что есть? Для того, чтобы разобраться, что здесь, не нужно официальных знаний правил дорожного движения. Проходящие в нескольких сантиметрах от машины люди не могут заставить водителя признать то, что он находится на тротуаре. Но если здесь, говорят сотрудники полиции, можно выписать штраф, то бороться во дворах с подобным хамством практически нереально. Виной тому отсутствие законодательства, где было бы четко прописано, что такое газон и что такое детская площадка. А ведь сегодня в стандартной пятиэтажке могут проживать от 50 до 200 любителей автомобилей. В последние времена считают, что дешевле поставить во дворец и экономить эту одну-две тысячи, чтобы автомобиль был ближе. Ну и, соответственно, где ставят? Вот и ставят, где придется. Сейчас зима, закатали все, что можно, нельзя. Те же бордюры, те же, скажем так, где устроены площадки для игры детей. Играть не по правилам – не лучший пример для подрастающего поколения. Не исключено, что уже завтра, не увидев патрульной машины, очередной автохам, пренебрегая правилами, припаркуется там, где ему удобно. Но, по крайней мере, сегодня водители заставили уважать пешеходов, которые, по словам Ильфа и Петрова, составляют лучшую часть человечества. А к классикам лучше прислушиваться, уверены Кристина Соколова и Андрей Вовк.